Какие-то виды животных и растений неизбежно вымирают, ведь условия на нашей планете постоянно меняются. Вымирающие животные — это грустно, хотя и привычно. А как насчет вымирающих продуктов? Оказывается, они тоже существуют. Бананы. Международная команда ученых выяснила, что сорту бананов «Кавандиш» самому популярному и привычному нам грозит полное вымирание через несколько десятилетий. Виной тому грибок, поражающий корни бананов. Однажды такое уже произошло в первой половине 20 века с сортом бананов «Гросс Мишель». Сейчас грибок уже распространился в Пакистане, на Филиппинах, в Индонезии, проник в Африку и Австралию. Вино. Уже через 20-25 лет самые старые французские, аргентинские и чилийские виноградники могут стать неподходящими для культивирования винных сортов. Виной всему глобальное потепление. Из-за высокой температуры виноград спеет непродолжительное время и не успевает набрать те вкусовые качества, которые нужны хорошему вину. Исследователи предполагают, что винный бизнес сократится на 70-80%, что повлечет за собой увеличение цен на вино. Ученые заметили, что популяция самого распространенного и полезного вида пчел резко сокращается. Этот феномен получил название «синдром разрушения пчелиных колоний», когда пчелы просто единовременно покидают улей и больше не возвращаются. Его природа остается неясной. Быть может, всему виной патогенные микроорганизмы или клещ вароа? Если проблема не решится, то через 20 лет медоносные пчелы вовсе исчезнут. Это повлияет на функционирование всей биосферы, ведь многим растениям пчелы необходимы для опыления. Кофе. Исследователи из Климатического института Австралии сделали вывод, что уже к 2050 году количество сельскохозяйственных участков, на которых выращиваются кофейные деревья, уменьшится в два раза. А к 2080 году эти растения полностью исчезнут с лица земли. Причина опять же в глобальном потеплении. С ростом температуры плантации все активнее поражаются грибковыми заболеваниями. Только в 2012 году из-за них некоторые производители в Гватемале потеряли 85% урожая. Если так пойдет дальше, свои вкусовые привычки придется менять миллионам любителей кофе. Ежедневно в мире выпивается 2 миллиарда 250 миллионов чашек этого напитка. Морская рыба. Экологи сделали вывод, что примерно к 2050 году мир может столкнуться с проблемой полного истребления промышленной рыбы. В настоящий момент объем рыбной ловли на 50-60% превышает допустимые нормы. Остается только надеяться на реформы системы рыбной промышленности, потому что только так океаническую рыбу можно будет сберечь. Шоколад. Есть вероятность, что примерно через 50 лет земля останется без шоколада, либо он будет ужасно дорогим. Нехватка какао объясняется несколькими причинами. Первая – болезнь какао-деревьев, которая уже уничтожила почти одну треть мирового урожая какао. Второй стала засуха в Гане и Кодибуаре, на долю которых приходится 70% мирового производства какао. Третья причина – встарение деревьев какао. Для бесперебойного производства эти деревья нужно сажать регулярно, что не всегда осуществимо. Авокадо. Выращивать авокадо становится все более сложно и затратно. Для выращивания одного килограмма этого фрукта требуется невероятно много воды – около 272 литров. В Калифорнии, которая снабжает авокадо большую часть США, в последние годы наблюдалась сильная засуха. Если климат будет меняться и дальше, та же участь постигнет и другие области и страны, которые являются крупнейшими экспортерами авокадо. Пиво. Пиво пока хоть и далеко до полного вымирания, ученые и пивовары всего мира испытывают беспокойство по поводу того, что скоро оно изменит свой привычный вкус. Из-за роста температур в хмеле уменьшается содержание альфа-кислот, отвечающих за вкусовые качества напитка. Выходом из этой ситуации может быть культивация новых сортов хмеля с повышенным содержанием альфа-кислот. Мы очень надеемся, что ученые все же найдут способ, как затормозить вымирание животных и растений. Ну и, конечно, наших любимых продуктов. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok